Всем привет, с вами Ордер Проджект и мы продолжаем играть в Киберпанк 2077. Собственно, сейчас мы, так как ждем ранний вечер, чем-то громко орет, прямо на всю улицу. В общем, сейчас мы пока ждем ранний вечер, чтобы встретиться с Джуди и продолжить ее дополнительную сюжетную ветку, раздобудем немного легендарных шмоток. Собственно, я вам покажу, где они находятся. Так что видео у нас сегодня намечается интересное. Итак, мы запрыгиваем сначала сюда, потом сюда, затем сюда. Да, тут вы видите, текстура не успевает прогрузиться. Кошмар какой. И, собственно, идем по лестнице наверх. Самый верх. Опа, подлагнула. Так, что у нас с вами здесь? А здесь, собственно, у нас легендарная юбочка фиксера. У нас есть костюм фиксера, кто не видел. Посмотрите, другие серии прохождения. Давайте все, подберем здесь. Есть еще. Окей, еще предметы. Есть что-нибудь еще где-нибудь лежащее? Нет, ну, в общем, я себе с помощью перезар... Так, я не все забрал, как я мог. Я мог деньги-то не забрать. В общем, с помощью сохранений и загрузок вы можете выбить себе легендарную шмотку. С лучшими характеристиками. Я советую так побаловаться, собственно. Это будет полезно. Собственно, следующий легендарный предмет находится здесь. Вот, рядом с этой точкой перемещения, собственно. Ну, а предыдущий был вот тут вот, получается. Бреже всего, вот эта точка перемещения, если я вдруг не показал. Как только вы здесь оказались, идем вот сюда. Да. Здесь и лежит интересующий нас предмет. Но я, скорее всего, поищу предмет с более лучшими слотами, поизвестной нам методике. Ну, а, ну и погнали дальше. Собственно, ребят, погнали дальше. Следующий предмет находится приблизительно где-то здесь, по пути к Джуди. Вот ближайшая к нему телепортация. Это солнечная электростанция. Ну, погнали заодно посмотрим, как в патче 1.0.6 с ездой. Хотя он это не фиксит. Собственно, ух ты. Вот это нас занесло. Так. Если не ошибаюсь, мы тут как-то гоняли. Но сюда мы уже не заезжали. Гоняли в Кассене. Ну, не в Кассене, а когда уезжали от агента Фарасаки вместе. Забыл. Как брутального японца зовут. Вот, если не ошибаюсь, вот здесь у нас предмета. Че, метка не подобралась? Ты давай мне глазами мозоль. Че с тобой? Че с ней? Не здесь, типа? Все. Ты... Эй, и че с ней? Поганулась? Новый баг, что ли? А-а-а. Все. Так. Не, походу, это то самое место. Вот здесь, собственно, находится. То, что нам надо. И то, что не надо. Собственно, если вас не устраивает показатели, вы всегда можете что сделать? Правильно. Перезагрузиться. Ну что ж, увидимся. Вечером. У Джуди. Так, собственно, надеюсь вы поняли, что не у Джуди, а с Джуди. В ее каком-то заградном местечке. А еще, как вы видите, там вдалеке баг. Спаунятся машины и исчезают. Там прям как будто какой-то конвой. Я подумал сначала, что это какое-то событие. Но не все исчезают. О! Точка быстрого перемещения. Ягодицы. Как видите, здесь вообще нет машин. Так что странный глюк. О-о-о. Мусора полно. Местечко, видимо, заброшенное. Эй, машина. Я хочу, может, поближе подъехать. Ладно, пройдемся пышочком. 60 метров не так уж и много. Ух ты, какой красивый здесь пляж. Самое место, чтобы заградить. Ну, небо, в принципе, тут видно, в отличие от города. Вроде немного бывает с этим иногда проблемы. Чего это у нас тут? А ну там песни поют. Ви, круто выглядишь. Учитывая все дерьмо, которое мы с тобой расхлевали. Ну, если и это учесть, то ты выглядишь охуительно. Ладно. Теперь расскажешь, что мы тут делаем? Слушай, я последнее время много экспериментировала с Виртами. И придумала, как записывать дорожки двух актеров одновременно. Хотела с тобой это протестировать, если ты не против. Как ты совместила две отдельные нейродорожки? Сначала я пыталась создать единый профиль из двух потоков данных. Но, как ты понимаешь, получилась херня. Наверное, все спуталось. Интерференция, белый шум. Ага. Эффект был как в плохом арт-хаусе. Но я же упоротая. Я так легко не сдаюсь. Потом я все-таки вычленила отдельные чувства. Хотя и не сразу. То есть главное загрузить их на отдельные нейродорожки? Неплохо. А что мне надо делать? Ничего особенного. Просто писать для меня брейнданс. И все? Ну погоди. Что значит и все? Может, это будет моя лучшая работа за всю жизнь. Снимать вроде можно где угодно. Зачем было ехать именно сюда? Это дом человека, которого я когда-то знала. Теперь он стоит пустой. Я тут иногда останавливаюсь. То есть мы будем писать в доме? Нет. Мы будем писать под водой. Я против. Не соглашайся. Пустища другого подопытного кролика. Ну как? Ты в игре? А что тебе не нравится? Не знаю. По-моему, сама идея тупая. И я как подумаю, насколько там темно и глубоко. У меня сразу на лбу, которого нет, выступает пот, блядь, который я не выделяю. Ты можешь просто остаться на берегу. Конечно, в игре. Супер. Тогда пошли. Все железо у меня здесь. Тихо, тупо затроллили Джонни. Ну погнали. Опа, это нам костюмчик. Как одеть? Окей. Теперь затягивай попу в костюм. Давай установим тебе скроллер. Подойдешь поближе? А ты классно смотришься в гидрокостюме. Ты меня еще в форме Макс так и не видела. О, она у тебя есть? Ага. Выиграла в споре. С тех пор висит в шкафу и ждет, так сказать, своего часа. О, я запомнила. Ну ладно, погнали. Фух, ледяная вода, жди меня. Ну все, мы готовы. Сначала ты. Это потому что вода отравленная? А ласты мне можно? Кабанга. Не отплывай далеко. И старайся погружаться медленно. Все-таки куда мы плывем? Куда-то на среднюю глубину. Там темно, но течение не сильное. Должно быть безопасно. Хочешь точные координаты? Нет, не надо. Просто буду держаться рядом. Ну, отлично. Ну, Мэлла, мы идем. Как я понимаю, Вирта для тебя не просто способ срубить бабла. Само собой. Это же как, например, картины или песни. Их пишут, чтобы вызывать эмоциональный отклик. Для этого, в общем-то, и существует искусство. Вот именно, искусство – просто триггер для эмоций. А брейнданс – это и есть сами эмоции. Все, пришли. Подплыви ближе и посмотри прямо на меня. Супер. Так, сигнал нормальный. Теперь помоги мне еще кое-что проверить. Надо настроить технику. Сперва датчики движения и запись. Поплавай вокруг меня. Ну, она, конечно, у меня как кринж в костюме выглядит. Вот в этом шлеме. Движение синхронизировано. Теперь плыви обратно. Теперь проверим звук. Я тебе напою песню, а ты скажешь название. Слышишь меня? Не знаю, что это за песня, но слышу хорошо. Звучит как-то так. Ладно. Синхронизацию мы закончили. У тебя настоящий талант, подруга. Все, с калибровкой мы закончили. Теперь мы... Сонастроены. Что теперь? А теперь я покажу тебе кое-что классное. Приготовься. Еще больше мыла подводного. Теперь держи крепко. Не отпускай. Я лучше куда-нибудь в другую сторону буду смотреть, а то это, ну, прям, жесть, как... Какое-то лицо, прям, x2 увеличено. Телепузик. Ух ты, как все прекрасно видно. Ух ты, так это город. Ой, слушайте, а у нас в России тоже есть такое. Ого, просто офигеть. Что это? Атлантида. Наша. Личная. Этот город назывался Лагуны Бент. Представляешь, еще 15 лет назад тут жили люди. Что с ним случилось? Почему его затопило? Кому-то это было выгодно. Тебя что-то связывает с этим местом. Угадала. Я здесь выросла. Не приезжала с тех пор, как Лагуна Бент перестала существовать. Зачем ты показываешь это мне? Для меня это важно. Мне кажется, это идеальное условие для эксперимента. Мне нравится. Поплыли. Я столько раз представляла, как возвращаюсь сюда. Мне ушло много лет, чтобы на это решиться. А чего раньше не приезжала? Хороший вопрос. Я могла бы сказать, что у меня не было времени, техники, настроения. Но вообще, сама идея казалась мне странной. Тем более, я не хотела ехать в одиночку. Или с кем попала. А что, городок не маленький. Продюсера была не таким большим. Или это так. Магия, короче. И сохранился довольно-таки хорошо. В отличие от того, что я видел у нас в России под водой. Тоже как бы руины, но за много лет не так хорошо сохранилась. Может лет сколько это затоплено? 15, да. Но все равно хорошо для 15 лет. Ясно. Когда у нас были семейные обеды, мы делали суши с настоящей рыбой. Но мне больше нравилось синтетическое. Настоящее сильно воняло. А где твои родители? Своего отца я не знаю. Мать умерла, когда я была совсем маленькой. Я ее не помню. Когда смотрю на ее фото, я вижу чужого человека. Джуди, Джуди, сирота нам люди. Альварес такая бедная, что я даже на родители не мотила. Что это было? Какие-то голоса. Голоса? Я никого не слышала, кроме тебя. Хоккейная клюшка. У вас тут что, был каток? Откуда? Мы гоняли на роликах прямо по асфальту. Альварес, где ты там? Мы без тебя проигрываем. Иду! Иду! Сейчас мы им наваляем. Вырешено? Извини, я побегу. Я довольствую. Я довольствую. Я довольствую. Я довольствую. У деда была техническая жилка. Он меня всему научил. Он еще всегда такие истории рассказывал. Я могла сидеть и часами его слушать. А бабушка была взрывная. Быстро злилась и моментально остывала. Смотри, какая штука. Похоже на старую фотокамеру. DPI 350. Можно сказать, ралитет. Это хорошо? Ты что? Офигенно! Странное место для фото в рамке. Да вынесло течением из какого-нибудь дома. Что-то можно разобрать? Эм, не то чтобы. Вот. Возьми камеру. Лучше пусть будет радовать тебя, чем зарастать его. Ого! Спасибо. А куда они переехали? В Найтити? Да, на пару лет. Сняли ту квартиру, которая сейчас моя. Но этот город они терпеть не могли. Переехали потом в Орегон. Я их иногда навещаю. Поплыли дальше, Джуди? Есть, капитан. Следуйте за мной. Вот это, конечно, тени лагают. Здесь еще что-то конкретное? Нет. Просто смотрим, что тут есть. Мне почему-то тут очень спокойно. Такое чувство, что мы вне времени. В каком-то пузыре. Еще немного побудем, мы поплывем дальше. Смотри-ка, даже не знаю, что может быть более бесполезно в подводном мире. Ммм, вода в бутылке. Пять баллов, Джуди. Пять баллов. Знаешь, что я не понимаю? Почему жители оставили машины, когда уезжали из города? Эй, я по-твоему такая старая? Этим развалюхам лет 50, не меньше. Они тут стояли, когда я пешком под стол ходила, и выглядели ненамного лучше. Зато было удобно играть в Макстаг и Киберпсиф. Так, а это что у нас, собственно? Улики. Тут есть где-то улика. Вон она. Ты отобрала у нее куклу? Да нет. Спрятала. Я была жестокой. Спрятала? Зачем? Я считала, что только лохи играют в куклы. На самом деле, просто пыталась привлечь ее внимание. Прикинь? Хм, когда-то слово кукла значило игрушку. И ничего больше. Давай посмотрим, что дальше. Ага, как раз покажу тебе кое-что. Ты не представляешь, как странно плавать там, где... Где ты бегала в детстве, пока вокруг текла обычная жизнь. Хм, да. Немного представляю. Ха, а церковь не изменилась. Она всегда была старая и выглядела, как будто ее забросили к нам с другой планеты. И у нее были треснутые колокола, поэтому они звучали довольно жутко. Хрипло так. Странно, я про них вообще не помнила. А сейчас как будто их слышу. Не знаю, как это может быть, но... Я тоже слышу колокола. Да? Ты слышишь мои воспоминания? Наверное, побочный эффект. Хм, закрыто. Жалко. Да погоди, можно поискать какой-нибудь другой вход. Я только за. Тебе нравилось ходить в церковь? Чё думаешь, я туда ходила? Я вообще не обращала на нее внимания. Стоит себе и стоит. Когда мы узнали, что Лагуну Бент собираются затопить, то все пришли сюда и обсуждали, как этому помешать. И чем все кончилось? Сама видишь. Ну да, чё я хотел сказать? Слышала бы она вот звуки колокола из Латборна? Ну ладно. Я нашла пролом. Кажется, через него можно проплыть. М-м-м, жди меня. Я сюда однажды забралась, когда никого не было. встала у алтаря и начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу. Я не понимала, как у него получается читать мысли и все знать про людей. Ага. Там где-то лут. кто-то сканирует. Опа. Ну давайте поболтаем. Вот это у меня плющит. Так надо? Да. И... Тебя не выгнали? Я сама убежала. Там было такое эхо, что я чуть не обосралась. Подумала, что это голос моей совести. Я очень следила с того, что мне нравится одна девчонка. Женя Чаплян. Сбой в биотипе. Кринж. Это всякий. Это было жестко. Жесткие эксперименты. Интересно, каково я сейчас. Ну мы дальше сбоем. Ну ёб твою мать! Ты жива! Что случилось? Ты отключилась. Как ты смогла меня вытащить? Не знаю, не думала. Как-то не до того было. Осторожно. Не спеши. Короче говоря, ты спасла мне жизнь. Спасибо. А я говорил, что плавать в ядовитые лужи плохая идея. Если б меня ещё кто слушал. Ядовитые лужи? Это твой конструкт? Ты его слышишь? Ну, не то чтобы. Просто в моей голове появилась мысль, которая была не моя и не совсем твоя. Не обращай внимания на его трёп. У нас сложные отношения. Да, о чём с тобой говорить? Думаю, тебе пока нельзя садиться за руль. Я тоже подустала. машину везти не хочется. Может, останемся на ночь? Что думаешь? А почему бы и нет? А чей это всё-таки дом? Ты сказала, что знала хозяина. Один наш сосед ни за какие деньги не хотел уезжать из лагуны Бент. Хорошо, полицейские успели его вытащить, пока не пришла вода. Он построил себе домик, чтобы жить поближе к лагуне. Но потом заболел. Тогда вода была гораздо более ядовитая. Ты, наверное, замёрзла, да? Сейчас сварю кофе. Ты какой пьёшь? С молоком и сахаром. Любишь всё и сразу. Ой, забыла включить генератор. Давай я. Тебе сейчас лучше отдохнуть. Я буду очень осторожна. Конечно. А вот передатчики эмоциональных волн можно было отрегулировать получше. Пару раз от тебя импульс шёл слишком сильный. Кстати, про риск как играет. А вот смотрю, я на вас. И знаете, что вижу? Знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие группы. Ничего себе. Готово! Джуди! Конечно. Чёрт. Чёрт. Ты что-то сказала? Я не расслышала. Что-то случилось? Нет, ничего. Ты думаешь об Эвелин? В облаках всё плохо. Гондоны из тигриных когтей отомстили за Хироми. Перестреляли почти всех. Том погиб. Роксана еле выбралась. Дом закрыли, и неизвестно, когда откроют. Здравствуйте. Не говорить, не думать об этом не хочу. Я не хотела тебе говорить. Не хотела портить наш с тобой день. Я хотела... Окей. Так, что тут есть? Доллар. Лут. Ну, надо полутать. Что тут ещё есть? Что-то. Ещё доллар. Деньги. Чё тут у нас? Всякие хлам. Это что? Опа. Криминальный блок. Граната. Зачем играть? Ещё деньги. Это пограбители какие-то. Вверх. Так. Тут ванна. Окей. Вот от Джоги сидит. Посидишь со мной немного? Я наконец сварила тебе кофе. Доброе утро. Слушай, насчёт вчерашнего. Что это было? Не помнишь? Или хочешь, чтобы я напомнила? Ты же понимаешь, о чём я. Что это для тебя значило? Думаю, в смысле, надеюсь, что это было начало чего-то хорошего. Хотя, может, ты это видишь иначе? Ах. Как же ты иногда тупишь. Ты вообще-то спутала все мои планы. Я собиралась уехать из города навсегда. Даже вещи начала собирать. Но теперь, теперь я думаю остаться. Почему ты хотела уехать? Понимаешь, меня как-то придавило тем, что случилось. Но сейчас я смотрю на Найт-Сити и он выглядит гораздо более привлекательно. Дай мне руку, Вин. Поздравляю. Вы получаете неограниченный доступ к моей квартире. О, хочешь, чтобы я переехала? Смотри сама. Можешь просто приезжать под настроение. Даже не знаю, что сказать. Со мной такое первый раз. Спасибо за доверие. Подвезти тебя домой? Ты поезжай, если хочешь. Я тут еще немного побуду и сама доберусь. Пока, Джуди. в принципе, мы выполнили все ее сюжетную линию. Опа, это чудово. кофе с сим-то молоком. Ладно, нам не надо. Вон опять машина. Прям куча, куча, куча тачек. А на этой тачке можно угнать? Нет? Кстати, это же ее, эта иконка на моей билке. Прикольно, собственно. Так, а то что-нибудь есть на заднем дворе интересного. Ниссия довольно-таки встречала что-то такое странноватое. Тем не менее, атмосферное. Ну, короткая линия автитачка. Ты перепарковался, да ломаем. Ну что ж, погнали дальше. Это что было? Вносить в машину. Ха, прикольный глюк. Смотрите, сажусь. Но не могу здесь ехать. Найс, прикол. Ну ладно, пойдемте пешком в Найсити. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, опа, здорово. Ривер? Привет, Ви. Мне нужна помощь. По голосу слышу. Что такое? Я бы не хотел говорить об этом по телефону. Надо встретиться. Без проблем. Где и когда? Ночью, в Глине. Сейчас вышлю координаты. Сможешь? Я постараюсь. Спасибо, Ви. До встречи. Капец. Не, пожалуй, хватит с нас побочек. Наверное, будем двигаться по сюжету. Ну, или, если время не добралось на серию, то, собственно, тогда бы, почему бы и нет. Почему бы и нет, собственно. Собственно, я посчитал, что можно, в принципе, выполнить драку. Драку. Ви. Э, Джефферсон? Мне опять нужна твоя помощь. Дело деликатное. Допустим, что от меня требуется? Не по телефону. Приедешь к нам, я тебе все объясню. Без проблем. Помогу, чем смогу. Отлично. Мы тебя ждем. Помнишь, куда ехать? Конечно. До скорого. Все что-то звонят. Не телефонный разговор. Бла-бла-бла. Приедешь. Гитара. Да, конечно. Но нет. Если только после сюжета, пока не охота больше звать по бочке. Вот это, собственно, сделаем, так как перед нашей первой встречей с джуди, мы что сделали? Правильно, надрались зад двоим, которые один, но у которых двое. Ну, а сейчас надерем еще кому-нибудь зад. Это тебе, Ростович. Ослеп, что ли? Логотип? У меня бой назначен. Ты баг? Он самый, мать твою. Ха-ха-ха. Смотрю на тебя и вижу бешеный Эдди. Поставлю против тебя все, что есть. Ха-ха. Я смотрю, ты в себе уверен. Сейчас узнаешь, почему. Эта рука военная разработка. Титановые кости, углеродное волокно. Могу пальцем в танке дыру пробить. Ну что, засышь и сдриснешь, поджав хвост, или будем драться? Что говоришь у тебя за винтовка? Град? Где взял? На память со службы осталось. А чё? Просто любопытно. Это вроде ограниченная серия. Триста штук и все для КГБ. Ты смотри. Чё, хорошо в пушках сейчас? Только мы тут не пушки обсуждать пришли, а кости ломать. Ну что, принимаешь вызов или нет? Не, я не хочу. Вот если вставку поднять. Я же сказал, поставил все, что есть. А ты винтовку добавь. Хотя, если боишься проиграть... Тебе, что ли? Вот уж страх-то. Ладно, винтовку тоже ставлю. Все, идем. Ну, погнали. Хотя можно там как-то взломать заранее. Ну что, готово? А посралась уже со страху? Что-то какой-то не страшный. Давай уже начнем. Куда спешишь? Не терпится получить поебалу? Баллы, это хорошо. Ага. Вот это не круто, не круто, вообще не круто. Похарай махать просто так. Понравилось? вот это железная рука. Можно не садиться? так, иди сюда. Просто уворачиваемся от атак, я понял его тактику. Да ты что творишь? Я не хочу это замедление, мешай. Какое еще замедление? Попробую вернись с ним. Не присаживайся. Могучий тип, ужас какой, какой он пингующийся. Со своей железной рукой. Я не присаживайся ты. У тебя закончится стамина там. Жесть. Опять замедление. Она играет только ему на руку. Уберите от меня. Тахаре замедление. Только ему на руку играет. Почему нельзя опять? так умру. Умру. От этого замедления. Как план выключить? Да нет. Я не могу уворачиваться. Тихо. Стамина. так. А я пополняю здоровье, да? так. Ну что ты? Уйди от меня. Ну чо, 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 ты понял, да? Назад, 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 назад. Все? Тихо. А то язык вырубил. Ну все. Давай сюда винтовку. Это через мой труп. Парни, взять! Поехали! Кидалово! Я че, основы играл, ты знаешь, да? Те, понеслай! Ну че, кулаками пошли? Хорошо, что у меня казаны есть. Никаких свидетелей. Че у вас тут есть? Лишнее потом разберем. Вот это я мощный их. Давайте все подберем, в принципе. Лишние ресурсы не бывают. Вроде больше напало челиков. Че, тут есть? Еще что? Мне рассказали, что у вас там бак устроил. он мне никогда не нравился, что с тобой все хорошо. Ну да. Окей. Винтовка зато наша. Эпическая, культовая. Круто. У нас теперь есть эпическая винтовочка. Вот так, довольно-таки неплохо. ну и минус члены банда, которые не захотели по-честному с нами сражаться. Теперь я хочу проверить, че будет, если вот мы приедем к Джуде. Вот, да. Че, какая реакция, че-нибудь будет? Просто там поболтать можно будет? Как это, то есть, реализовано? Погнали. Так, собственно, мы добрались досюда. Че же у нас, собственно, будет? Мне просто любопытно. Давайте заглянем, потому что есть такое подозрение, что Джуде мы больше по сюжету не увидим, а дополнительные квесты, к сожалению, закончились. Поэтому, ну, как-то так. Опа, открыть. она дома надеюсь. Че здесь у нас? Опа. Тут какой-то лут. Что это? О, кажется, тут кое-кто любит нырять. Да ладно. Тут сразу видно, профессиональная техника. Мы ныряли, чувак, алло. А, ну, это же как-то все изучали. Как раз тебя вспоминала. И да, исключительно в хорошем смысле. А, пока не забыла, вышла тут на меня какая-то Элизабет. Ей нужен человек, который сечет в брейндансах. Я ее к тебе отправила. Спасибо, что вспомнила про меня. А, да не за что. Надеюсь, по деньгам тебя не обидели. Да, все нормально. Там даже интересное было дело. Надеюсь, заплатили хорошо. А в остальном-то у тебя как? А, да знаешь, все по-старому. Расскажи лучше, как сама. Если бы я не была вечно занята всякой ерундой, мы могли бы проводить больше времени вместе? Это не вопрос количества, Ви. Ты, главное, разберись с незаконченными делами. И тогда можем вместе навсегда уехать из города. Я постараюсь. Эта мысль придает мне сил. Мне тоже. Народ вокруг удивляется, с чего у меня вдруг глаза заблестели. Ты все еще хочешь уехать из Найт-Сити? Ну да, когда-нибудь. Но пока у меня еще есть причина здесь оставаться. Давай еще поболтаем, пока мне не нужно никуда бежать. С тобой я могу болтать хоть весь день. Ну что, как дела с брейндансами? Есть крутые записи? Ну, смотря что, считать крутым. Порнуха покатит? Давай о другом поговорим. Без проблем, я не спешу. Если бы я не была вечно занята всякой ерундой, мы могли бы проводить больше времени вместе? это, ты глава... Давай еще поболтаем, пока мне не нужно никуда бежать. С тобой я могу болтать хоть весь день. дальше. Так, так, так. Так, так, так. ты подумай. Перелиз фьючур. Электропанк? По мне, так полное говно. был вызван неполадками на станции в Санто-Домингло. Попытка аварийной посадки не увенчалась успехом. Выжившие в крушении пассажиры подверглись нападению сушевцев. Чистил, усилевшие сотрудники службы безопасности Так, и что здесь можно собственно делать? Зеркало, да? Можно посмотреть. Ой, как все видно. Ясно. Тут что-нибудь вообще интересненькое есть. Так. Типа какой-то интерактивчик. Нету. То есть вообще как-то скучновато тут получается. По сути как если бы мы просто так бы к ней приехали бы позвонил в дверь. Чисто зайти поболтать получается. Ну, если я не прав, то напишите мне собственно в комментарии. Прости меня. До сих пор не верю, что тебя больше нет. Все, что надо было сделать, и не сделали. Сделало не так. Зачем вообще помогла тебе с этим бренданцем? Почему я тебе не отговорила? Почему я помню, что даже стало поздно? Как я тебя не убегал? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Высокочувствительный контакт Лиза Буис сенсором усилительный неравного сигнала 9-го. Порога. Ага, это вот когда она создавала их бойцами. Ух. Привет, Рокс, как у тебя дела? Ничего, все нормально. Когти нам отомстили, два билиса начали палить. Том был с твоим чипом, поэтому стал ощущаться. Я не знал притискать, поэтому не звонил. В общем, Тома больше нет. 8-2-7-9. Интересно, отчего 8-2-7-9? Пароль какая-то. Еще раз спасибо, что за покайпило то, что уже было почти решено. Окей, я остыла. Теперь мне непонятно, что тебе надо было показать, кто облако нарывайся. Ага, это у них целая переписочка такая. Так, нужен совет. Ой, кокольный чип, она сейчас вкатает. А, идите безбойщик, потому что если хотите повезите ко мне. Да. здесь, в общем, да, это кушатый аптекторы, блядь. Так. Ага. Нужен твой совет. работайте с нами. Понятно. Эверин паркер, походу, подруга была. То есть, я хотел узнать, как обжаловать решение суда. В 16 лет меня незаконно пометили в стиле. понятна. Мы полазили у нее в компе, узнавали немного персонажа. И, в принципе, получается, здесь больше ничего делать. Печально. То есть, так чисто, чуть-чуть поболтали. А про миссию, которую она говорила, это из прошлой серии, если что. Кто не видел, обязательно гляньте. Что ж, я думаю, так, напоследок, вот вы слышите, да, какая-то перестрелка. Пойдемте разберемся. Наверное, та же, что и была когда-то. Обезопасен данный район, раз пришли. И, думаю, будем заканчивать. Вот, как-то так. Что, здесь преступники были. Так, но здесь они были. Сейчас их тут нет. значит, стрельба была не здесь. Ай, где же она была? У нас этого здания, а у него можно зайти? Или это так, чисто по приколу? так, что это? Ага, граната стул. Так что, нет, нельзя? Может, там боевик снимает? Ладно. Окей. или это там перестрелка идет? Ого. Так, запрос. давайте вот это выберем. Ай. Бегом, бегом. Так, надо поменять оружие на пистолет. Интересно, это замедление было или так? Ади, второй. Опа, разберем. Что, завалили гражданского или нет? Я против, тут насилие рядом с моей новой хатой. Все ясно. Че, чувак, ты гранату кидать, бошь? Гранату кинь? Я хочу ее в полете сбить. Гранату кидать. Гранату Кидай, гранату. Че, граната. Довидеу, текина у нас граната, кидай. Не обвинь, токуна. Граната кинь. Слышки. Гранату кидай. Ты че, не понял? Сказал, гранату кидай. Сейчас ты у меня поплясешь? Ха-ха-ха-ха! Гранату кидай. Не хочешь? Гранату кидай. Гранату. Подопреждал же. Эх, а он не послушался. Ладно, в общем, ребята. Всем спасибо, кто смотрел эту серию до конца, кто смотрел предыдущие серии. С вами был Order Project. Всем до скорых встреч, подписывайтесь на канал, на паблик, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Ну, все еще происходит. Наверное, может, на автостраде. Вполне возможно. Ну, по крайней мере, мы тут более почистили район. В общем, в следующей серии будет уже все же отменись, и пойдем уже продвигаться к концовке, там, по мере, сколько там нам осталось. Всем до скорых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok